Привет, друзья! С вами Сникер Хейтер, и в этом выпуске мы пообщаемся про 990 New Balance V4 от Тедди Сантиса. Модель называется Vintage Teal, обошлись они мне в 15 тысяч рублей, даже без 3 копеек 15. На момент съемки этого видео стоили они в этом магазине уже 18. Но опять же, начинались от 15, вопрос размеров. Как обычно в описании видео вас ждет прямая ссылка на магазин, в котором я их покупал. Так что переходите по ссылкам и покупайте оригинальные кроссы за максимально адекватные деньги. Пара слов про самого Тедди Сантиса. Для начала, это основатель бренда уличная одежда Emelion Door. Знаменит он коллабами с New Balance и KIT. В 21 году Тедди стал креативным директором New Balance, отвечающим за линейку Made in USA. И тут получается достаточно забавная история про то, что Тедди типа отвечает за всю линейку Made in USA. И в то же время есть отдельные кроссы, отдельные модели Тедди Сантис. Хотя далеко не всегда где-то как-то обозначается на самих моделях или коробках. В данном случае, по-моему, я никаких упоминаний об этом не нашел, кроме как какие-то пресс-релизы, говорящие о причастности Тедди к данному дизайну. И третье, чтобы уж мало не показалось, это регулярные коллабы New Balance и Emelion Door. Которые опять же чей? Тедди Сантиса. И, кстати, из этих коллабов у меня пока ничего нет. Надо бы над этим поработать. Итак, сами кроссы. В нижней части, в принципе, ничего нового. Вполне стандартные 990 V4. N-Cup подошва. Endurance подметка. Все вот так вот аккуратно. Замечательно выглядит. Более подробно ничего не скажу, потому что я в них точно так же, как и в прошлых 990 V4, только погулял по квартире. Что-то пока не зашло, пока не начал носить. Вот 990 V2 уже ношу. V4 пока что-то никак. Видимо, нужно мне время. Ну, то, что и так очевидно, даже погуляв по квартире, то, что, во-первых, они вполне комфортные сразу по ширине. Быстро и легко садятся по ноге. Отличный баланс между амортизацией и стабильностью в Miçole. В целом, классные кроссы, если вас привлекает вот такой вот интересный дизайн. Пару слов скажу, зачем и почему я их купил вообще. Во-первых, если вы уже давно подписаны на мой канал, вы знаете, что вот, видите, они зеленые. И этого самого по себе уже практически достаточно для того, чтобы продать мне кроссовки и вообще какую угодно там еще одежду. Второе, то, что все сверху, они кожаные. Ну, сейчас мы как раз об этом поговорим на тему их кожаности. Но глобально, вот, вот, да. Вот, вот, типа кожаные. А я прекрасно знаю, что мои соотечественники очень любят такой вариант на осень-зиму. Потому что считают, что, ну, блин, это же удобно осенью-зимой ходить в кожаные обуви. Ну, и в целом, я с ними, конечно, могу местами поспорить. Но глобально, да, хорошая идея. Хоть я считаю, что замша и нубук чуть более подходящие на зиму. А за кожей все-таки чуть-чуть сложнее за натуральный, за нормальный ухаживать в плохую погоду. Но глобально я не отказываюсь от идеи того, что, ну, да, вот, полностью кожаные кроссы на осень-зиму, это окей. Ну, и последняя причина, это то, что я знаю, насколько мощный культ 990-х есть среди фанатов марки. Что ходят все вот эти вот легенды про то, что они там суперудобные и вообще лучшие балансы в мире и вот это вот все. И, соответственно, их хотят все-все-все, но типа дорого. Ну, 990-я модель всегда стоила подороже, скажем так. А сейчас же от 15 тысяч рублей полностью кожаная модель, это реально выглядело как офигенная покупка, просто беспроигрышная. То есть даже если где-то что-то они тебя не очень устроят, как минимум у тебя вот, пожалуйста, 990-е балансы, входной билет, на который ты урвал откровенно по дешевке. Вот такая вот логика была у меня и, в принципе, я от нее не отказываюсь. Давайте покажу и расскажу то, почему все-таки я не считаю эту модель какой-то суперзамечательной, выдающейся. Как обычно вся эта история будет вот во внешней отделке. Ну, во-первых, они в самом деле действительно почти полностью отделаны снаружи натуральной кожей. Но, конечно, New Balance не мог просто взять и сделать кроссы из натуральной кожи. Поэтому, вот обратите внимание, здесь вот раз-два слоя того, что называется кожей, вот третий слой присутствует. Но вот эта вот полосочка, по которой идет шов, вот эта вот внутри, вот здесь внутри, вот здесь, как обычно, вот эта перемычка. У балансов просто эта перемычка, это классика дерматина. Вот это вот все выполнено из ненатуральной кожи, из дерматина. Зачем такое нелепое краилово? Поднимать эту тему снова не будем, все давно привыкли. Какие материалы еще ненатуральные? Это вот спереди рефлективная вставка, что я, кстати, приветствую, отличная идея. Сзади вот эта вот вставка, тоже рефлектив, естественно, тоже ненатуральная кожа. Ну и да, N-брендинг, тоже из кого-то дерматина, пластика, вот из чего-то такого. Это вот я имею в виду внешнюю часть, а внутри, опять же, N, сама зеленая ее часть внутренняя, это рефлектив. Кстати, хорошо светится, очень классно. В этом плане тоже поддерживаем, рефлектив это безопасность. Особенно сейчас вот в такую погоду, которая у нас есть, иногда подъезжаешь на машине к пешеходному переходу, и только в какой-то супер последний момент ты понимаешь, что по этому переходу переходит какой-то гражданин полностью в черном. Ночь, дождь, снег, нихрена не видно, и человек в черном переходит по переходу. Офигенные впечатления, всегда работает. При том, что у меня на автомобиле просто бомбовый свет, видно прям все, но вот иногда кроме этого. Ощущения всегда яркие, как в первый раз. Поэтому огромное спасибо людям, которые делают рефлектив в обуви, куда-то в одежду вставляют и так далее. Иногда это действительно про безопасность. А вот что меня откровенно напрягло и огорчило в этой модели, и возможно из-за этого я, ну, сильно, по крайней мере, сейчас сомневаюсь, буду их носить или нет, это вот этот вот язычок. Язычок снаружи, вот это вот интересный материал. Кстати, достаточно такой приятный на ощупь, симпатичный. Но это тупо резина. Вот прям резина, резина, клеенка. Вот. Почему было не сделать это тоже из кожи, как и весь остальной кроссовок? Какая, что вообще повлияло на такое странное решение? Понятия не имею вообще. Осуждаю однозначно, не одобряю. Но, ну, кстати, ну, не офигеть какая драма. Просто, когда ты покупаешь кожаные кроссовки, ты хочешь, наконец, получить кожаные кроссовки. И когда вместо кожаных тебе приезжает вот этот вот здоровенный резиновый язычок, настроение твое немножко портится. Но, на самом деле, это вот такие первые впечатления были. Сейчас я их держу в руках и понимаю, что, ну, материал на самом деле прикольный. И, в принципе, в принципе, ну и ладно, что он не натуральный. Ничего страшного. Объясню сейчас почему, когда мы доберемся до внутренней отделки. А пока что я отмечу вот такой вот флаг на патче. И вот такое вот название модели. На нем же напечатанное. Тоже все аккуратненько, симпатично. Еще один элемент, которому у меня есть прям конкретные вопросы. Ну, прям очень конкретные. Это шнурки. Ну, вот посмотрите на них. Но они, но они настолько жалкие. Вот, благо их там есть и зелененькие. Что приятно, они отлично все-таки попадают в цвет. И беленькие есть. Но они прям очень жалкие. Они даже выглядят больше как хлопковые. Возможно, они реально и есть хлопковые. То есть, вот они, может быть, как-то угорели совсем по этой винтажной истории. Как цвет называется, Vintage Teal. Также, возможно, и вот эти вот шнурки были сделаны типа вот винтажные хлопковые. Но это странно, потому что смотрятся они немножко овердешево. И даже на начальных каких-то моделях у Белансов значительно более жирные и интересные шнурки. Я просто отношусь очень нежно ко всем этим шнуркам. Для меня это важная часть кроссовка, важная часть его вот такого-то украшения. И если на них скроили или как-то к ним отнеслись невнимательно, меня это всегда немножко напрягает и задевает. И в обратную сторону, когда, я не знаю, покупаешь какие-нибудь 998-е, с офигенными жирнющими прям шнурками, с таким жирным красивым плетением, ну прям душа радуется. Что касается самой кожи, которая таки натуральная и использована действительно в большей части кроссовка. Ну, я не могу назвать ее какой-то блестящей или премиальной. Но нормальная кожа. Вполне такая нормальная, средненькая, качественная кожа. На ощупь напоминает снаружи, как будто какая-то полиуретановая пленка на ней. И не исключено, что это вот какой-то такой способ интересного окрашивания, который, мягко говоря, не украшает какие-то терморегуляционные свойства этой кожи. Но, опять же, зато натуральные. Вот что интересно, это внутренняя отделка. Изнутри кроссовок отделан вот такой вот, вот такой вот тканью рельефной. Не знаю, насколько хорошо видно. Сейчас поменяю экспозицию, сделаю посветлее. Вот так вот должно быть видно получше ее рельеф. Такая вот объемная ткань. И прелесть в чем в том, что вот это вот между этой клеенкой язычка и вашим носком, вашей ногой, такая достаточно жирная подушка. Также и сзади хорошая такая подушка есть у этого кроссовка. Обратно вернем экспозицию. Вот. И к чему я про эту подушку? К тому, что вот эта вот дышащая ткань внутренней отделки, надеюсь, что достаточно износостойкая, жирная подушка какого-то такого лайтового поролона. И опять же, вот эта дышащая ткань в отделке язычка внутренней. Все это вместе должно дать такой комфортный эффект нормальной, достаточной циркуляции воздуха. И вот внутри этой подушки будет достаточно циркуляции воздуха для того, чтобы ваша нога дышала. Для того, чтобы вся влага, которая с нее испаряется, как-то циркулировала внутри этой подушки и куда-то испарялась в дальнейшем. Если бы подушка была совсем тонкая, то в таком случае влага бы быстро конденсировалась внутри вот этой вот клеенки и было бы все плохо. А здесь, в принципе, на такую достаточно прохладную погоду, я думаю, неплохие шансы, что вот той терморегуляции и циркуляции воздуха внутри этих, внутри этой вот подкладки будет вполне достаточно для того, чтобы как-то нивелировать негативные свойства вот клеенчатого язычка и прочих нюансов. Не то, чтобы я пытаюсь прямо изо всех сил отмазывать New Balance и применение вот таких вот материалов в все-таки премиальной линейке. Особенно, если вы почитаете какие-то пресс-релизы про эти кроссы, вот просто забейте там, я не знаю, номер или вот 990 V4 Vintage Teal. И что они про это пишут, это просто, ну, обнять и плакать. Супер премиальные материалы, какая-то ручная работа мастеров, вот эта вот вся чушь, блин, просто читаешь за голову, хватаешься, когда видишь вот то, что произведено в итоге. Ну, какие нафиг премиальные материалы и премиальная кожа, ну, у вас здесь, блин, половина дерматина, ну, камон. Но, в целом, особенно за 15 тысяч, я считаю, что это вот прям хорошая покупка. Учитывая, что еще за пятнаху можно взять, это прям какой-то совсем, ну, либо приличные азиатские балансы, но там прям резко ниже качество. Либо ниже среднего английские, где плюс-минус те же самые проблемы и будут. А тут все-таки, как-никак, легендарные 990 V4. По-моему, покупка неплохая. Что еще не посмотрели? Достанем стельку. Стелька красотища, просто красотища. В таком же цвете. Очень стильная. Приятно в руках держать. Ну, по сути, стандартная абсолютно американская стелька. Ничего интересного и нового. Без перфорации, что, кстати, странно. Такая вот бархатистая отделка внутренняя. Красота. Когда новая, прям приятно в руках держать. Вернем ее на место. Ага, не вернем. Там бумага набита. Что касается цвета. Цвет, который называется Vintage Teal. Teal это вот как раз именно такой цвет по международной классификации, который означает глубокий океан. Вот это вот вечная морская волна. Всегда очень смешно, когда слышу про цвет морской волны, потому что что-что, а уж морская волна. Может быть, абсолютно любого цвета, вообще какого хотите. Просто без ограничений совершенно, я не знаю, от красного до зеленого, фиолетового, какого вообще угодно. В любой цвет тыкайте пальцем. И очень большая вероятность, что в таком цвете морская волна тоже бывает. И параллельно Teal это утка-черок. И с ней цвет тоже связан, потому что у них в оперении есть вот тоже такого цвета перья. Хотя, если уж быть до конца откровенным, какого там только цвета перьев у них в оперении нет. Тоже можете посмотреть на фотки этой утки. Варианты есть как минимум разные. Главное понять, найти с чем сочетать вот этот вот интересный цвет. Если есть с чем, то огонь, отличная покупка в том числе. Если не с чем, то смотреться они будут, конечно, странненько. Итак, краткое резюме. Что могу сказать про эти 990 V4? Даже при всех тех каких-то подводных камнях, недостатках, вопросах, которые эта модель вызвала и про которые мы поговорили. Я считаю, что за свои 15-18 тысяч, как вот они до сих пор доступны для покупки, благо еще и размеров дофига. Я все же продолжаю считать их отличным выбором и реально супер доступным билетом в семейство 990-х. Плюс к этому при любом раскладе это практичная обувь, которая будет требовать минимум ухода. Кремом намазали, пропиткой побрызгали и забыли. Ну и регулярно там щеткой отряхиваете или влажной губкой протираете. Потому что это никакая там не растительного дубления, пулап кожа, какая-нибудь вручную крашеная. Ну, короче, здесь все очень просто в плане кожи. И вот этой кожи будет достаточно, достаточно, насколько вообще может быть кожи, пофигу на всякие проблемы с влажностью, реагентами и всем остальным. А все-таки простота в носке, в уходе, это тоже большой-большой плюс. Поверьте мне, как человеку, который отходил прошлый зимний сезон в кроссах из пулап кожи, кроссы просто бомбовые. Но ухаживать за ними надо было прям научиться заново. Тут же таких проблем не будет. Поэтому, если вы давно хотели 990-е, а еще и хотели бы, чтобы они были такие кожаными, но денег на какие-то реально дорогие варианты этой модели у вас нет, то вот, на мой взгляд, отличный вариант. Можно расхватывать, пока они есть в продаже. Ну, либо если выше озвученные нюансы и минусы этой модели для вас являются критичными, то есть смысл добавить денег и, я не знаю, в том же магазине выбрать более какой-то премиальный вариант 990-й модели. Итак, подписывайтесь на канал, обязательно подписывайтесь на мой Телеграм. Там уже появляется много того, чего нет и не будет на Ютубе. Немножко более оперативный и непосредственный формат. Ставьте лайки, переходите по ссылкам в описании видео и покупайте оригинальные кроссы за максимально вменяемые деньги. Комментируйте видео, задавайте вопросы в комментариях. Всегда я всем рад ответить. Кстати, по актуальной версии законодательства, то, что вы увидели, является рекламой. Так что, еще раз напоминаю, это реклама. Берегите себя и своих близких в это непростое время. Спасибо вам за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok